День веков хронограф Франсуа Рене де Шотобриан И Кензо Танге Японский архитектор Сегодня 4 сентября Вы смотрите программу День веков хронограф В этот день во всемирной истории Произошли следующие события В 476 году Глава варваров Адаакар Сверк римского императора Августела Положив конец западной римской империи А в 1479 После 4 лет борьбы с португальцами Испания получила Канарские острова В 1802 году Немецкий филолог Георг Гротефенд Предъявил первый в мире Удачный перевод Вавилонской клинописи А в 1842 Спустя 284 года Возобновилось строительство Кёльнского собора В 1909 году В Англии состоялся первый парад Бойскаутов А в 1943 Впервые после Октябрьской революции Иерархи Православной Церкви Были приглашены на встречу С советским руководством В 1946 году Из Союза советских писателей Были исключены Михаил Зощенко И Анна Ахматова А в 1997 В Москве На Даниловской площади Был открыт и освящен Памятник Святому благоверному князю Даниилу Московскому Сегодня 4 сентября Вы смотрите программу День веков хронограф Теперь мы более подробно Расскажем вам о событиях Произошедших в российском государстве В былые времена 4 сентября 1505 года Состоялась свадьба Великого князя Всея Руси Василия Третьего С Соломонией Собуровой Князь хотел подчеркнуть Свою связь с местной знатью И отказался от поиска Иностранных принцесс Княжоной Боярышень Было привезено в Москву На смотрины Великое множество Выбор пал на представительницу Рода Собуровых 20-летнее супружество Оказалось бесплодным Что очень беспокоило Великого князя Так как в случае его смерти Права на престол Должны были перейти К братьям С которыми он был не в ладу Это обстоятельство Отразилось на отношении Василия к жене Которая долгие годы Тщетно прибегала К помощи знахарей В 1525 году Он решил развестись С Соломонией Это намерение было Одобрено митрополитом Даниилом И Боярами В ноябре того же года Развод был объявлен И Соломонию Постригли под именем Софьи В Рождественский Женский монастырь А потом отвезли В Суздальско-Покровский Монастырь В некоторых летописях Рассказывается Что развод и пострижение Состоялись по желанию Ее самой Существует легенда Что Соломония Во время пострижения Была беременна И уже в монастыре Родила мальчика Которого она отдала В надежные руки А сама объявила Что новорожденный Скончался Опять же по легенде Выросший сын Соломонии Стал знаменитым Разбойником Кудеяром О котором сложена Песня О 12 разбойниках Этой историей Очень интересовался Иоанн Грозный Сын Василия Третьего И его второй жены Елены Глинской Он потребовал А затем уничтожил Все архивы Касавшиеся Дела Соломонии Так рассказывает Легенда Примечательно Что при реконструкции Монастыря В 1934 году Было обнаружено Тайное захоронение В котором оказалась Тряпичная кукла Одетая в расшитой Жемчугом Распашонке 4 сентября 1650 года В Пскове После полугодового мятежа Была восстановлена Власть-воевод В начале 1650 Вспыхнуло восстание В Пскове И в Новгороде Оно было спровоцировано Непродуманной Экономической политикой Московского правительства Санкционировавшего Вывоз в Швецию Хлебных запасов С территории Северо-запада страны Восстание в Новгороде Было вскоре подавлено Псков же держался Еще полгода Сдавшись на условия Амнистии Для участников восстания Москва Была вынуждена Собрать Земский собор Для урегулирования Конфликта Вызванного Неправильной Экономической политикой Правительство Было вынуждено Провести ряд реформ После бурных волнений Связанных с Нехваткой хлеба Для собственных нужд Москва Официально уведомила Новгород Что недостающее зерно Будет ввозиться Из России Так повелел Сам государь Который намеревался Пожертвовать Даже часть зерна Из своих Личных запасов 4 сентября 1884 года В России Была отменена Автономия Университетов Она Просуществовала Чуть более Двух десятилетий Общий устав Императорских Российских Университетов Утвержденный В 1863 году Стал наиболее Либеральным За всю историю Российской империи Ректор Согласно этому уставу Избирался Из числа Профессоров Университета После чего Утверждался В своем звании Личным указом Императора На него Разлагалась Ответственность За правильное Исполнение Своих обязанностей Всеми Должностными Лицами Учебного заведения Большая власть Над университетами Однако Оставалось У учебных округов Попечители которых Имели Достаточно Высокие полномочия Всех прав И обязанностей Попечителя Устав 1863 года Четко не определял Как считали Многочисленные Отечественные Деятели Это было сделано Намеренно В спокойной обстановке Попечитель мог Либеральничать А когда требовалось Закрутить гайки И все же Университетам Дали реальное Самоуправление Несмотря на то Что попечителям Давалось и право Принимать окончательные Решения по вопросам Назначения И увольнения Преподавателей И чиновников Университета Но в 1884 году В ходе общего Вступления Внутренней политики В консервативно-охранительное Русло При императоре Александре Третьем Направляющий И контролирующий Надзор Государственной власти Над университетами Был восстановлен Устав Устав 1863 года По мнению Сторонников Нового порядка Почти вовсе Упразднял Государственную власть Над университетами Отдав их В полное распоряжение Профессорских коллегий Государство Как бы Упразднило себя В деле Столь важном Как высшее образование Столь вопиющий По мнению Консерваторов Непорядок Был ликвидирован На корню Выборы Ректора Отменили Отныне Руководитель университета До самой гибели Империи Назначался Министерством Просвещения Сегодня 4 сентября В эфире программы День веков Хронограф Теперь мы расскажем О событиях Произошедших За рубежом В давние времена 4 сентября 1797 года Или 18 фрюктидора По республиканскому Календарю Великой Французской Революции Во Франции Произошел Государственный Переворот Он был организован Группой Членов Директории И республикански Настроенных Генералов Среди которых Был и Наполеон Бонапарт В результате переворота Он стал первым Консулом Фактически Сосредоточившим В своих руках Всю полноту Власти Новая директория Обязанная Всем Наполеону Конечно Уже не смела Идти ему Наперекор Ни в чем Бонапарт Добился От директории Решения Об организации Похода Для завоевания И Египта Однако Египетская экспедиция 1798-1801 годов Несмотря на Отдельные успехи Была обречена На поражение Бонапарт Воспользовавшись Как поводом Дошедшими до него Сведениями О поражении Армии Директории И о победах Суворова Оставил за себя Генерала Клибера И в августе 1799 года Самовольно Покинул Египет В октябре Он прибыл в Париж Где царила Обстановка Острого политического Кризиса Пришедшая к власти Крупная буржуазия Стремилась к установлению Военной диктатуры Бонапарт Пользовавшийся Популярностью Среди народа И в армии Оказался подходящей Кандидатурой На роль Спасителя Отечества Режим директории Был свергнут В результате Следующего Государственного Переворота В 1799 году Во главе которого Наполеон Стоял уже единолично В следующей части Нашей программы Мы расскажем вам О других Не менее запоминающихся Событиях этого дня До встречи